Так все-таки в чем причина оттока молодежи из Архангельской области? А об этом результаты нашего опроса. Здравствуйте! Здравствуйте! В прошлый раз мы говорили о том, почему молодежь уезжает из Архангельской области, и причиной тому стали новь опубликованные цифры нашего Росстата. Так вот, у наших зрителей, а также наших подписчиков мы спрашивали, как остановить отток молодежи из Архангельской области. И вот такие цифры мы получили в наших социальных сетях. Строить более дешевое жилье. Так высказали 44%. Развивать социальную инфраструктуру. Строить детские сады, школы, кружки, спортивные объекты и секции. Об этом заявили 17%. Довести уровень заработных плат до столичных 30%. А также никак не удержать уезжают из-за климата. Так только 9% высказались. Дорогие наши строительные компании, снижайте цены на жилье, и наша молодежь уезжать из города не будет. Ну и хотелось бы перейти к событиям этой недели. На этой неделе было заседание правительства Архангельской области. Мы с Екатериной принимали в нем участие. И хотим рассказать о новых мерах по ограничению торговли алкоголем на территории Архангельской области. Мы уже говорили о том, что у нас, безусловно, требуется предпринимать новые меры, в частности, в связи с тем, что количество наливаек, так называемых, в Архангельской области, и в частности, в крупных городах, стало просто бесконечным. И такое ощущение, что она открывается, эта наливайка, уже в каждом практически доме. Началось все с того, что более 120 подобных заведений открылось в городе Корабелов. Большинство из них располагается в жилых домах, и шум, гам, работа их в ночное время, безусловно, досаждает жителям. Не раз начальник УВД города Северодвинска выступал на сессии горсовета с просьбой ограничить количество таких заведений. Депутаты городского совета Северодвинска обратились к депутатам областного собрания, к губернатору Архангельской области с просьбой принять меры по ограничению таких заведений на территории Архангельской области. И вот, буквально на этой неделе, было принято постановление, которое вводит ограничения для таких предприятий. Что, в общем-то, говорится в постановлении. С 1 января 2016 года будут введены дополнительные временные ограничения на продажу алкоголя для предприятий общепита. С 21.00 до 10.00, а также с 13.00 до 23.00, и с 8.00 до 10.00 во время проведения праздников детства и юношества, а также выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в таких организациях общественного питания, как столовые, закусочные и другие. С 22.00 до 10.00 на предприятиях общественного питания, как ресторан, бар и кафе, которые расположены в нестационарных объектах общепита. С 23.00 до 10.00 на предприятиях общепита вместимостью зала обслуживания не больше 16 посадочных мест, а площадью не более 30 квадратных метров. Ну и стоит отметить, что в Северодвинске у нас к этому подключилась активно молодежь. Молодежная палата собирала подписи против этих наливаек, и в итоге собрали мы их более 3000 и, собственно, передали их губернатору. Но эта проблема ведь не только города Северодвинска, она актуальна для всех городов крупных Архангельской области, в том числе и для города Архангельска. Сама недавно наблюдала, как на улице Галушина существует такое заведение с названием «Закусочная», которое работает ровно с 21.00 вечера до 10 утра, то есть как раз в то время, когда запрещено продавать алкоголь в наших магазинах. Вот было бы здорово создать в Архангельской области такие условия для открытия спортивных залов, строительства детских площадок, кружков для детей и детских развлекательных центров. Ну, желательно, конечно, по 120 в год, как эти наливайки открывались. В общем-то, это, я считаю, большой шаг в ограничении торговли спиртным в ночное время. И еще хотел обратиться ко всем, кто планирует перестраивать такие заведения, добавлять себе метры, каким-то образом обходить это постановление, чтобы вы понапрасну не тратили деньги, потому что мы будем очень внимательно за этим следить. И если мы заметим, что много таких заведений обходят принятое постановление, то мы будем ужесточать эти меры и увеличивать количество метров. Количество метров и посадочных мест. Ну и хотелось бы обсудить, наверное, следующую тему нашей программы. У нас в 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу осенью. То есть меньше года уже осталось до выборов. Хотя до сих пор мы не знаем ни одного кандидата, ни от одной партии, которые вообще будут участвовать в этих выборах. Очень странная, мне кажется, ситуация. Вообще, да, обычно уже за год просто люди начинают активно работать и как-то проявлять себя, иногда даже и заявлять открыто, что они собираются в Государственную Думу. Пока ни одного такого кандидата. Кандидаты, где вы? Тем более, что сейчас по новому законодательству у нас одномандатные округа. Будет два больших округа в Архангельской области. И мне кажется, что людям, кто хочет избраться в одномандатных округах, уже давно бы пора начать вести работу. Кстати говоря, одномандатные округа в этом году будут очень интересные. В частности, город Архангельск будет поделен пополам. И только одна часть Архангельска будет вместе с Вельским районом, а другая часть Архангельска будет уже с Шенкурским районом. Как только мы узнаем имена кандидатов в Государственную Думу, мы непременно озвучим их в нашей программе. А еще на этой неделе была инициатива одного из депутатов Государственной Думы от Архангельской области, и касалась она возраста предполагаемых кандидатов в депутаты. То есть инициатор этой поправки в закон предлагал установить возрастные ограничения для тех людей, которые находятся в Государственной Думе. Да, это фактически возрастной ценз. То есть у нас же есть понятие, со скольки лет можно стать депутатом. Ну вот тут наша коллега тоже предложила вариант до скольки лет. Она в частности сказала, что этот возраст должен быть ограничен 70 годами. Тогда очень много людей может пострадать от принятия этого законопроекта. Какое количество депутатов находится уже за пределами этого возраста? Ну я думаю, что количество их большое. Мы назовем лишь некоторые более яркие и известные фамилии. В частности это Зюганов, Жириновский, Жрес Алферов, Владимир Бортко, Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон и даже Валентина Терешкова. То есть их предлагается отправить на пенсию? По всей видимости, да, на заслуженный отдых. Если закон, конечно же, примут. А что вы думаете по поводу региональных собраний, законодательных собраний, в частности Архангельской области? Если распространять, то, наверное, нужно ее распространять в немножечко другом варианте. Все мы знаем, что недавно у нас принят был предельный возраст государственного чиновника. И на сегодняшний момент это 65 лет. Может быть нам тогда просто сделать подобие государственной службы? Ведь, в общем-то, депутаты это отчасти государственный чиновник. Депутаты принимают законы, они, в общем-то, работают в государственном органе власти. То есть, наверное, вполне можно это сделать. То есть законодатель, когда предлагал выходить на пенсию 65 лет, он, наверное, руководствовался, что это самый подходящий возраст, когда человек уже должен начать думать об отдыхе. Да, но тогда, получается, в 65 лет он уже должен окончить свои полномочия, так как у нас полномочия средние сейчас и в Государственной Думе, и на уровне региона, и даже на уровне муниципалитетов. Это 5 лет, получается, возраст предельный для избрания. Это 60 лет. Если будут приниматься такие инициативы, сколько, интересно, коллег в областном собрании может пострадать от таких нововведений? Ну, согласно спискам, которые есть у нас сейчас в областном собрании, из 62 депутатов я насчитала 13 человек, которые выходят за этот период. А что интересно по этому поводу думают наши телезрители? Наверное, это будет темой нашего нового опроса. Уважаемые телезрители, просим вас высказаться на следующую тему. До какого возраста человек может стать депутатом? Неважно, какого уровня. До 60 лет? До 70 лет? До 80 лет? Или самый классный вариант? В любом возрасте. Не нарушаем ли мы такими инициативами Конституцию Российской Федерации? О том, что каждый может быть избран? У нас есть ограничения, когда можно избираться с какого возраста, то есть с 18 лет или с 21, в зависимости от органа власти. Поэтому я думаю, что мы имеем право на это. То есть здесь инициаторы, в общем-то, предлагают ввести пенсию для депутатов? Ну, фактически, обязательную пенсию для депутатов. А что думаете по этому поводу вы, дорогие телезрители? Во сколько лет надо выходить на депутатскую пенсию? Ваши ответы мы ждем в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александра Дятлов и Екатерина Поздеева. На экранах телевизора вы видите наш электронный адрес. Ждем ваших ответов. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok